Я думаю, что мы играли достаточно агрессивно с самого начала матча, и если мы будем двигаться в том же направлении, мы так сможем играть со всеми. Конечно, этот матч был очень важный. Предсловие перед этой игрой, что Химик хотел показать, что они по делу имеют сейчас первые позиции в турнире, и по игре тоже. Играет очень стабильно, очень ровно. Мы хотели больше доказать сами себе, что те позиции, которых мы сейчас занимаем в Украинской лиге, как будто не соответствуют нам. Хоть и у нас есть очень ограниченная, как вы видите, скамейка. Как я говорил сейчас, Иди сказал, что игра начинается с того, как игрок настраивается, насколько он агрессивен, насколько он заведен на игру. И у нас в предыдущих играх были проблемы с этим. Да, но, наверное, все-таки Химик, такой хороший раздражитель до этого, и тут не надо было. Остальное, как я говорю, сначала есть, как игрок заведен, а остальное потом это лирика, техника, тактика, такие умные вещи. И все-таки, наверное, Химик для нас хороший раздражитель. Мы были заведены в самом начале, и хоть в какой-то момент мы поплыли, Химик вышел вперед, если не помню, там, в середине третьей четверти, что-то 7 или 8 очков, даже не помню. На момент не было таких, ну, как паники у нас. Мы уверенно делали свою работу, играли терпеливо, скажем так, все 40 минут. Конечно, очень отличную игру провели и Саммерс, и Лебединцев. Да, это касается не только там нападения, очков, но так отработали, в прямом смысле, на... Сколько у вас в школе оценок? 5 или 10 балловые? 12. Ну, тогда на 12 пил сам. Спасибо. Спасибо. Вам есть вопросы у игроков, у журналистов? Можно ли говорить о том, что сегодня, помимо всего того, что вы сказали, победила команда, которая к концу года оказалась более свежей физически? О чем вы говорите? О чем вы говорите? Посмотрите, с какой средней статистикой, какой свежести ядрот речь у Химико 10 игроков регулярно играет. У нас вся нагрузка, до этого, как вы видите, у нас травматизм, Анисимов не играл 3 недели, Артур уже, не помню, когда уже играл, сколько вообще он играл. У нас вся нагрузка идет на 5 игроков. Это сумасшедшая нагрузка. Средняя всю нагрузку за сезон переносит 10 игроков, которые реально там плюс-минус 10 минут помогают в игре. И я говорю, это самое большое мое опасение было, что у нас не хватает, не хватит чуть-чуть ресурсов физического. Энергии есть, мы настроены, это видно, да, просто у нас не хватает где-то всегда, чуть-чуть, просто одного игрока ротации. Когда скоро Артур вернется, будет по-другому все-таки. Это боец и капитан команды, и от и до. Так что не могу сказать, что связано, что разве Химик провел больше игр, чем мы? По-моему, нет. Все же они на кого играли. Если вы читали внимательный регламент, то вы знаете, что на поле должен быть один украинец. Это есть слово. Это ответственность. Я думаю, что мы не терем. Мы потеряли статусы. Возвращение двери, быстрые брики. Они получили много реабилитов, когда начали третьего квартала. Я думаю, что это очень повышало лид для них. Это поставило нас в поле. В четвертой квартале, где было около четыре минут, я думаю, что это было слишком поздно для нас, чтобы спрятаться на шесть. И то же самое случилось. Офенсивный реабилит, три-поинтеры. Это была история. Переломный момент был в третьей четверти, когда мы очень многие моменты выпускали и бэкдоры, и быстрые отрывы, и они нам забивали. И когда в четвертой четверти мы попытались вернуться, когда сократили до шести очков, когда оставалось уже четыре минуты, но уже было слишком мало времени, мы спешили и опять натыкались на те же ошибки. Это был самый тяжелый момент в третьей четверти, который не позволил сыграть дальше. Какой ваш взгляд, если более сосредоточенно играть по силам нам, обыгрывать Будвейник? Да, да, да. А если мы играли более фокусно, если мы играли в следующий раз, если мы играли в будущем, то мы можем победить? Да, конечно, у нас есть абсолютно все шансы выиграть этой команды, если мы проведем работу над ошибками, если мы уберем те ошибки, которые были в сегодняшней игре, до конца чемпионата еще есть время, мы еще будем играть на их площадке во второй половине турнира, поэтому все шансы есть. Конечно, хотели закончить этот год дома победой, и, конечно, против такого противника, как Будвейник. Но, в общем говоря, мы не показали тот баскетбол, который мы должны были показать против такой команды, да, и это не была наша лучшая игра, незащитительное нападение по первой части сезона, да. Конечно, Будвейник нам и не давал, может быть, это делать, потому что есть у них отдельные мастера, и могу согласиться с Джамалом, да, что у нас, несмотря на это, да, первую половину игры мы провели, были как по горам, да, но больше лидировали, да, и контролировали игру. Были ошибки там и защиты, и нападения, и неправильные решения, но большинствами контролировали. Но третьей четверти мы очень мягко начали, да, мы не играли ту защиту, которую мы должны начать, да, и игроки не проявили характер там, где нужно было, да, и такие игроки, как Саммер, сразу нас наказали, да, и другие тоже, конечно, у нас Лэнга, да, были очень хорошие эти моменты. И против такой команды мы не можем давать такие слабые, такую слабую целую четверть, да, можно сыграть там минуту, две минуты там слабее, да, и они это сразу использовали, взяли ритм в свои руки, и нам не удавалось бы, удавалось вернуться обратно в игре. Били моменты, где мы могли прихватиться, но там было уже невезение, неправильное решение, и, конечно, мы будем, в сейчас время есть, мы будем анализировать это, почему это случилось, и как такие ошибки не допустить. Ну, старались бороться до конца, да, и в последней четверти четвертой защиты защита улучшилась, и, как бы, остановили противника в защите, да, забили только 14 очков, да, в последней четверти, мне кажется, да, да, и защита стала лучше, но на нападение нам не хватило той агрессивности и тех правильных решений, которые должны быть в таких моментах, да, так что поздравляю Будемельник с победой, да, победа заслуженная, они провели хорошую игру, и Будемельник, конечно, имеет хорошую команду с хорошими тренерами, поздравляю их с победой. И всем нам желаю, да, хорошего Нового года нашим фанам, болельщикам, всем, кто работает с нами в этой системе баскетбола, да, так что будем стараться и на следующем году улучшать свою игру, и будем стараться вас радовать как можно чаще. Спасибо вам большое. Вопросы уже Мориса? Для многих игра, главный результат, показанный нашей командой в первом поле сезона, стали приятным откровением. Предполагали ли вы, что Химия так уверенно войдет в этот сезон и завершит этот год в числе лидеров в Суперлигии, пройдя в следующий раунд Европу? Спасибо. Ну да, ну знаете, конечно, приятно, что мы сейчас лидируем таблицы, но сегодня мы проиграли, я особенно доволен, не чувствую себя особо радостно. И так мы идем по этому сезону, мы не смотрим, у нас много игр и в Кубке, да, и в Лиге, мы смотрим, кто конкретный соперник. И хорошо, что мы сейчас находимся в хороших позициях в обоих турнирах, да, и рассчитывал на это перед сезоном. Конечно, рассчитывал я, потому и мы идем работать, да, тренера, игроки, что мы хотим достичь каких-то результатов, да. Не всегда это получается, да, но все стараемся достичь как можно лучше игру, улучшить игру, да, прогрессировать в игре и, конечно, из-за этого выигрывать, да. Спасибо.